Ребят здесь учат отнюдь не детским вещам. Рукопашному бою, стрельбе из автоматов и даже проникновению в захваченные террористами здания. Особенно остров этих навыков, по словам устроителей лагеря, одесситы нуждались в прошлом году. Организовали, когда перед нами, перед одесситами, перед жителями города стоял вызов в виде сепаратистских проявлений, стоял вызов в виде внешней угрозы. И пусть сегодня новобранцев в лагере не так много, как в начале военного конфликта на востоке Украины и обострение ситуации в Одессе, курс молодого бойца бесплатно прошло уже более двух тысяч горожан разных возрастов, от старшеклассников до 30-летних мужчин. В распоряжении юных добровольцев и палаточный городок, и бронетехника, и снаряжение для альпинизма. Но их особая гордость – один из самых больших в Украине киллхаусов. Он имитирует настоящее помещение, где может укрываться противник. Взрук рассмотрит, мы отрабатываем, как всё происходит на самом деле. Хотя основная задача – научить молодых одесситов метко стрелять и искусно прятаться, преподают здесь не только военные дисциплины. Принцип построения лагеря – это как казацкая сечь. То есть вот у нас со всеми культурными традициями историю изучают. Подавляющее большинство подопечных укропа – мальчики. Но и девушки в камуфляжной форме тоже занимаются здесь наравне с сильным полом. По словам инструкторов, закончив обучение, некоторые из их подопечных едут в зону боевых действий на восток Украины и присоединяются к добровольческим батальонам. Всеволод Ананев, Максим Корзун. Настоящее время. Одесса.